Привет, ребят! Сегодня у меня новый влог будет. За недельку собралось разного. То в магазин ходила за покупками, то еще что-то. Вот. А это, как всегда, я со мной себе купила цветочки. Смотрите, какие красивые. Маленькие такие, но очень красивые, как по мне. Гуляла с Викой сегодня в парке. Погода просто такая, знаете, райская. Даже жарко в один момент было. 24 градуса днем. Находились, наверное, 15 тысяч шагов прошли. Потом зашли в кафе. Уже по домам. Сейчас уже долго не темнеет, но я, когда темно, не хожу поздно одна. Боюсь. Желаю вам приятного просмотра. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это вам. Дождь. Грянул с неба дождь. А тут не только дождь, тут и град, ребята. Видите, белеет. Обалдеть. А вот и моя стройка. Шучу с родителями, что строят для меня дом. Ну, погода. А я как раз собралась в магазин идти. Открыла окно проветрить. Слышу какой-то шум странный. Здесь вот такой сюрприз. Ну, вот, ребят, был дождь. Уже дождя нет. Мальчики работают. Зонтов нет. Пасмурная погода, конечно, висит, но с той стороны уже солнечно больше. Надо быстро бежать по делам, пока меня не залило. Люблю этот фонтан. Ой, мои дорогие, посмотрите на это буйство красок среди такого современного, можно сказать, застроенного города. Много зелени, птиц и природы. За что обожаю Нидерланды и вообще Роттердам, где я живу, что тут соединяется все вместе. Вот это вот, чувствуешь шаг вперед в будущее, в этой стране, особенности в этом городе. В то же время здесь много животных, птиц, собак, кошек. И все друг друга любят. Вон там стройка. Сегодня я вам снимала с утра дождь из окна. Через час, наверное, уже на улице солнце. Вот мой дом. Вот там четвертый этаж я живу. И вот стройка. И тут по пути в Лидл у меня идет такой водоканал, фонтанчик. И дальше еще один есть. Обожаю здесь гулять. Просто совмещаю полезное с приятным. После дождя воздух особенно прекрасен, еще когда ты гуляешь возле травки. Просто кайфом. Еще в наушниках слушаю музыку. Сегодня в моем плейлисте это любимая моя Марина Маносян. Обожаю ее стиль. Это девушка, которая, наверное, вот я чувствую, дарит новое направление в такой рок-электро-музыке. Отголоски чувствую. Там Pink Floyd или даже, наверное, Depeche Mode. Вот вот громкое заявление, но все же ее рейв очень крутой. Песня «Последняя Армения». Послушайте в интернете Майне Маносян. Очень крутая и необычная. Также сейчас слушаю Артуту Ивайджан. Ничего не понимаю, что он поет, но тоже крутой. Посмотрю на птичек, дышу воздухом и схожу в магазин. Ну, как обычно. И сегодня эфирчик будет. Будем ревновать с вами друг друга и всех. Какая красивая Ива. Вспомнила песню Александр Бандера «Ивушки». Ивушки, Ивушки, Тараза, Зеленые. Дальше не помню. Очень красивая песня. Мне нравилась песня у него. А помнишь, я просил тебя своих волос не обрезай. Мои подруги там. Я вам часто снимаю. Они, я только сажусь кушать у окна, и чайки, все чайки, голуби прилетают ко мне гостить со мной. разделяются на трапезу. Вот, ребята, что я купила. Сельдерей. Я люблю его в салатах. Фисташки, клубнику, и рукола. Такой микс. Вот такие вот салатики. Это клубника у нас. Два евро акции. Это евро, это евро, а это евро 50. Сходила в Литл, ребят. Вот там. Там есть парень, который попрошайка. Я знаю, что в большиншой части они в наше время обманывают. Но не всегда же. И он такой хороший и добрый. Так что я с ним подружилась. Он спрашивает меня, you are from Poland? No, I'm from Ukraine. Говорит, ооо, я к справы. Несколько раз знает. Пожелал мне удачи. И в глазах было намного, очень много какой-то доброты и света. В общем, ребят, сходила в магазин. Только что на кассе вам снимала, что я купила. Сейчас еще покажу, что у меня вышло на 9 евро. Вот эта штучка. Потом зелень. И расскажу историю. Вот. Вот это у меня, наверное, на 9 евро. Где-то на 7. Потому что я же этому парню еще дала копейки. Да, где-то 7-7 с копейкой. И писташки. Еще у меня здесь в рюкзаке я здесь в марокканский магазин есть. Я взяла там сердечки куриные. Недорого. Там около 3 евро килограмм. Вот. Сейчас я покупаю. Я люблю перца. Есть. В общем, вот там. Сейчас вам покажу, где. Вот там живут армяне. И расскажу, как я узнала об этом и спалилась. потому что в общем, соседка там с одного этажа, которая здесь у нее отношения с европейцем, который здесь уже работает. Он, кажется, живет в Швейцарии, но здесь по работе. Какой-то крутой чувак. И она занимается волосы, красить и так далее. Мы познакомились в моей маникюрчестве, кого я делаю в комнате. И она говорит, Кать, не хочешь завтра пойти со мной? Я хочу снять возле нас квартиру. То есть они ищут для совместной жизни с этим мужчиной. Я говорю, ну давай. Она говорит, очень близко, чтобы я была не одна, пойдем посмотрим. Потому что ее мужчина сказал, главное, чтобы тебе нравилось, а это возле нас. Буквально там метров 500-600. Приходим, встречают два мужчины. И я слышу, они разговаривают по-русски, ну видно, что это кавказцы. Но я же не знаю, какой националист. Ну тут поступил звонок, и я услышала родную речь. В общем, спалилась я тем, что люди объясняли, там два этажа в квартире, объясняли условия, что мебель они тоже могут предоставить, все. И я сказала в конце love. На меня посмотрели оба сразу. Потом уходили мы, так смотрят, смотрят на меня с таким подозрением. Вроде бы сказала, ну это такое слово, наверное, много кто знает. Подумали, наверное, там, переписывалась в интернете с армянином, выучила слово love. Ну так мы и не разговаривали, но все так было. По-деловому. Это какая красавица, женщина, капец. Такая красивая, мне такие платья нравятся, бомба. У нас ветераны войны, здесь висят. Кто живет в этом общежитии? Я уже большинство из них знаю. Вот этого дедушку, вот этого посерединке такой хороший. Потом самых крайних я знаю. для них концерт, ну и для всех тоже был у нас. Что вы знаете о комплексах, девочки? Свобода! Ребят, смотрите, как закат с той стороны и он отображается вон в том окне. На телефоне как-то, знаете, не так ярко, как мне видно, так красиво. а я люблю еще туда смотреть, на небо. Моя стройка. Ребята, хорошо работают быстро. Не могу перестать любоваться. замечательно просто. Как интересно. снимай по ковенье, а дай его пара. В каком состоянии у меня сейчас? Ну да. С Викой пришли на прогулку. Сегодня 24 градуса жара. Не хочу напомнить тем, кто может не помнит или не задумался об этом, что в Нидерландах высокая влажность. И тут 24, как 35 чувствуется. лично мне. Махай привет. Всем? Hello, everybody. И рассказывай, как ты текала от мужчин. Ой, ась и друга. Ну, тут можем и посадить, да? На ступеньках. Ну, бачим, ну, как ты красивая. Боже, чудо природы. Везде гуси. Смотрите, там супа гусей и народа немерено. Ой. Цельно? Да? Да. Интересно, она бывает, короче, что уже кисло. Текловое зараз сяка будет. Ой, смачного нам давякий кадр зараз зафоткаю. Чик. Я кажу, есть проблем. Ой, я боюсь, иди, тут не вода. ось, страшновато трохи. Я даже показываю карантин. Я все время боюсь впасти сюда. Боюсь, я впасти? Да. Судяще, скинули тут людей, запросу. Дай, вообще, просто на траві сидят люди, Я взаду, не грязно. не, вообще чисто. Это я грязная, да? Нет, это без я. Стерла меня. Белый бим, черный ух. Или там, ой, как красиво. как у меня в молодости. Красота. старая сына. Да. Я ее все время покажу, что я понимаю. Ну, все время. Девчонки. Как они не устают, я не знаю. Тут их место. Одна там черненькая, другая обычная. Пошли шашлыков попросим. Кто бы нам пожарил? Байкеры. В тайском кафе каком-то сидим. Очень много людей. Такие милые, обычные. Попробуем спринг-роллы. Заказали я с креветкой, а Вика с курицей. Снижание? Да, снижание бы свариться. Снижание бы свариться. Тинь-тинь. Ты же каналы фотки не забыли. Очень сняты все за мод. Спринг-роллы. Это с курочкой, да? Офарно. Да, ты кажешь, не аппетитно.